Добрый день. Мы сегодня обсуждаем недельный раздел «Вэйгэйн». Я сегодня начну с обсуждения «Скини», который, собственно, заповедано было сделать Муше еще в недельном разделе «Трума». И в каком-то смысле я коснусь и этого повеления Маше сделать «Скини», как оно сформулировано и того, как она была реализована уже в нашем разделе «Вэйгэйн». Я сейчас покажу несколько стихов из того неделя моя раздела «Трума». И мы увидим сейчас, одну секундочку, несколько стихов, в которых у нас говорится о том, как Всевышний показывает Муше. И он говорит ему так «Все, как я показываю тебе образец скини и образец всех сосудов, ее так и сделайте». Один стих. И второй стих тоже самое «Смотришь и сделай по их образцу, какой тебе показан на горе». И далее «Поставь скинию по уставу, который тебе указан на горе». И так далее. То есть мы получаем такое впечатление, что для того, чтобы Муше смог правильно построить скинию, ему был показан на небесах некоторая модель, некоторый образ, в соответствии с которым он должен был все сложить. Прекрасно. Но сразу после этого в разделе «Трума» подробнейшим образом описано, какие балки, какие крючи, какие завесы, как сделать жертвование, как сделать умывальник. Все подробнейшим и точным образом описано, из какого дерева, чем покрыть и так далее. И здесь возникает некоторое противоречие. Что же на самом деле являлось основой для построения? Общий образ, который Муше увидел на горе или вот это подробное описание конструкторское, которое ему было сказано после? Действительно можно сказать, что нужно и то, и другое. Что нужно понять общую идею, как это все должно выглядеть и функционировать, а потом ты должен получить детальное конструкторское описание, как все надо построить, чтобы оно правильно работало и правильно выглядит. Тем не менее, между этими двумя представлениями, инструкциями по постройке Скини есть некоторая напряженность. И эту напряженность, видят наши мудрецы, она выражается в том, что, видимо, по их мнению, это не совсем дополняющие друг друга, не обязательно дополняющие друг друга способы, а это, может быть, альтернативные способы. Один способ – это увидеть общую конструкцию и ее воссоздать, а другой способ – это конкретно сделать каждую детальку и все вместе собрать вместе, и все будет хорошо работать. И вот, как говорится в Медраше, сейчас мы его прочтем, Медраше Модраба, другое объяснение к стиху сказал Раби Амин, притча о царе, у которого было красивое изображение. И он сказал одному из домашних, сделай мне такой же. Видимо, домашних, так сказать, слуг или что-то в этом. Сказал ему, господин мой царь, как я могу сделать такой же? Невозможно сделать такой же артефакт. Сказал ему, ты из своих компонентов, а я со своей славой. То есть понятно, что ты будешь делать из чего-то другого, но я в этот артефакт, который ты создашь, вдохну как бы жить. Я в него что-то добавил. Это притча. Так сказал Всевышний Маше. Посмотри и делай. Посмотри на то, что я тебе показываю и делаю. Сказал ему больше. Если бы я мог сделать такое, то, что Маше увидел на горе этот образ, он не в состоянии воссоздать его на земле. Это нереально. Это что-то гораздо более абстрактное, гораздо более идеальное, гораздо более возвышенное, чем все, что можно сделать на земле. И сказал ему, Боже, сказал ему по образцу, сделай это мне. Так ему сказал. По тому образцу, который я тебе показал. А далее скажи, в синете, в багрянце и в червенце. Возьми те материалы, которые тебе принесли люди. И из них создай то же самое. То, что ты увидел наверху, сделай внизу. Как сказано, дерево шитим стоячий. Это одно из указаний, как нужно делать, из подробных указаний, как нужно строить скинию. Но Медраж это комментирует так. Дерево шитим стоячий, они как бы установлены в высшем дворе у Всевышнего. И если ты сделаешь подобными тем, что свыше внизу, то есть их уподобишь, это не одно и то же, но ты сделаешь подобное чем-то, я ставлю высших сенаторов и установлю свое присутствие среди вас внизу. То есть я со всей своей славой сойду вниз и вдохну жизнь вот в эту конструкцию, которую ты сознашь. Так же, как наверху серафим стоят, так же и внизу деревья шитим стоят, как наверху звезды, так и внизу, сказал Рабихия Бараба, научить тому, что золотые крючки в скинии казались звездами, подобными тем, что на небесах. То есть, на мой взгляд, Медраж отражает некую проблему, которая есть у наших мадрецов. Каким образом идеальная, абстрактно существующая в мысли Всевышнего, Всевышнего, который оторван, трансцендентен, находится выше и вне нашего ограниченного мира, как вот эту идею храма можно взять и воплотить ее материи. И он описывает в совместно с этим некоторую притчу, что действительно, в точности повторить это невозможно, но ты должен каким-то образом отразить эту идею материи. Когда ты каким-то образом ее отразишь, тогда Всевышний вдохнет в нее как бы свою жизнь. И далее получается вот что. Если мы посмотрим на ту же главу, которую мы начали осматривать, Трума, то там сначала сказано, обращение идет ко всему народу, и сделайте мне скиню, я буду жить среди вас, и сделайте мне ковчег. Но на этом это одна фраза, только сделайте мне, а дальше все идет к моши. И сделай так, и сделай так, и сделай так. То есть сначала обращение как бы ко всему народу, а потом обращение лично к моши. Ты сделай это, ты сделай то, ты сделай то. Если же мы теперь обратимся к нашему недельному разделу, то окажется, что в нашем недельном разделе похожая структура. Там тоже сказано, что и сделаете, и сделали, и дальше сказано, и сделал, и сделал, и сделал, но в данном случае уже не в муше. А кто делает все это в нашем недельном разделе? В нашем недельном разделе это все делает Бецалей. И призвание Бецалеля происходит в предыдущем недельном разделе, в главе Тетиса. В главе Тетиса уже сказано, что нужно призвать на работу Бецалеля. Но когда мы доходим до нашей главы, мы видим, как муше объясняет народу, что Бецалель призван делать эту работу. И вот далее действительно сказано, что вот они сделали, а дальше опять идет, и он сделал, он сделал, он сделал, Бецалель делает всю эту работу. И возникает вопрос, почему вначале Бог как бы обращается к муше, чтобы он сам все это сделал, а в конечном итоге вся работа возложена на Бецалеля. И муше как бы окажется не способен выполнить эту работу, несмотря на то, что Медраж как бы объясняет ему, да, сделаю это все из материального, и я вдохнусь от него, святость, я... Своё присутствие, пусть вам в этом храме, то есть возможно некоторое отражение абстрактных идеалов, существующих в высших мирах, в материальности этого мира. Тем не менее, муше, оказывается, не способен на такое упрощение, скажем, или на такое сжатие, или на такую редукцию. Он не может реализовать вот все эти идеалы в том виде, как он их видит на горе Синай, в материальном мире. И по этому поводу мы тоже можем увидеть еще один мудракшин. Раби Леви Бараби сказал, чистый светильник спустился с небес, как сказал Всевышний муше, и сделал светильник из золота чистого. Сказал ему муше, как мне сделать его, сказал Всевышний, чеканен, да, сделан будет светильник. Ну, то есть это уже более подробное объяснение, как нужно сделать светильник. Несмотря на это затруднялся муше. То есть те подробности, которые описаны в главе Трума, что надо сделать его литым, чеканным, все равно муше не может усвоить. Затруднялся. Спустился, в смысле, сгородить. И забыл, как это нужно сделать. Поднялся и сказал, господи, как мне сделать его? Сказал, чеканным, да, сделан будет светильник. И несмотря на это затруднялся муше. Спустился и забыл, как его нужно сделать. Поднялся и сказал, забыл его. И снова Бог показал. И тогда Бог показал ему, как он должен выглядеть. И все равно затруднялся. И сказал ему, и показал, и сделал светильник из огня. И показал ему, как нужно сделать. Все ему там объяснил, да. Все ему показал. Но все это показано и объяснено в масштабах другого мира. В масштабах мира Всевышнего. Идеалов, абстракции и высших миров. И для муше трудность в этом состоит. Он не может. Несмотря на это затруднялся муше. Сказал ему Всевышний, иди к Бецалелю, он это сделает. И сказал Бецалелю, и тот немедленно сделал его. Дивился муше и сказал, несколько раз показывал Всевышний. И я затруднялся это сделать. А ты хоть и не видел, сделал по своему разумению. Бецалель в тени Бога. Это объяснение имени Бецалель. Бецель, цель это тень, а Эль это Бог. Как будто он находился в тени Бога. Ты стоял тогда, когда Всевышний мне показывал. И так сделал. Есть интересная такая параллель с тенью. Как бы есть нечто объемное, структура какая-то. Есть Бог, который необъятный, бесконечный и так далее. Но тем не менее есть какая-то тень. Есть какой-то отблизь от Всевышнего или от этой структуры, светильника, которая должна быть сделана. И Бецалель в состоянии уловить это и реализовать это в нашем мире. То есть, на самом деле, эта задача реализации божественных идей в нашем мире, она тяжела для Машель, поскольку для него это всегда какое-то упрощение, ущемление, редукция. И она ему представляется невозможной. Но Бецалель, у него есть определенное, то, что называется в таре мудрость сердца. И не только у него, но и там сказано далее. И делать будет Бецалель и Олеабль, и все мудрые сердца, в которых одарил Господь мудрость и разумение, чтобы уметь делать священные работы во всем, так, как повелел Господь. То есть, у них есть определенное свойство такое, которое называется мудрость сердца, которое позволяет перевести вот эти вот как бы недостижимые и возвышенные, и абстрактные идеалы на язык материальности. В связи с этим мне хотелось пару слов сказать о том, что очень долгое время, много столетий в иудаизме было, не развивалось изобразительное искусство. И живопись, и в частности скульптуры, тем более. С одной стороны, конечно, это происходило, потому что есть некоторый запрет к изображению, но запрет этот был трактован очень широко. и развитие, при том, что очень сильно развивалась и поэзия, и музыка, и другие области искусства, а вот живопись и скульптура не развивалась. И, возможно, она связана с этим вот опасением Моше невозможностью передать абстрактные идеалы в материальном мире и опасностью профанации в такой передаче. То, что происходило в мировом искусстве, в начале было представление о том, что искусство должно отражать реальность. И поэтому и картины, и скульптуры пытались максимально приблизить к реальности. В нашем веке, или в прошлом веке уже, это представление было отодвинуто, и живописцы и скульпторы, они стремятся к тому, чтобы выразить собственную личность, собственное отношение к миру. И все равно это проблематично с точки зрения иудаизма. С точки зрения иудаизма идеалом является, когда мастер в своем произведении пытается выразить божественное существо. Это не имеет отношения к иудаике. Это имеет отношение к настоящему искусству. То есть с точки зрения иудаизма настоящее искусство – это такое искусство, в котором, подобно Бецалелю, мастер пытается отобразить божественную сущность, идею, абстракцию, реализовать его в материальном мире. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы к Нихаме? Если нет вопросов, я очень всем благодарна тем, кто меня слушал. Скажите, я хотел поточнить. Можно спросить? Я не понял, Бецалель стоял в тени у Бога. Это как это материально? Это метафора. Это Медраж так говорит. На самом деле он был мастер, про который Тара говорит, что он был мудрый сердцем. Он был способен улавливать божественные сущности так, что в мире, как их можно отразить в материальном мире. А Медраж вкладывает в уста Моше слова «Тебя зовут Бецалель». Это как будто бы отражает то, что ты стоял в тени Бога, когда он со мной разговаривал, показывал мне, как правильно сделать светильник. Это игра слов. Бецалель. Ну да, в тени Бецалель. Да. Например, когда-то я училась, была на уроке Рави Авнер, и ходила, когда жила там, в поселке была. И как-то во время урока погас свет. И тогда Равнер достал свечку, зажег ее, и сказал нам, как меня зовут? Авнер. Принесу свет. Принесу свечку. Авнер. А, отец свечки. Авнер. Я принесу свечку. А его действительно Авнер, да, звали? Его фамилия Авнер. Авнер. А фамилия, а звали? Как Равина звали? Шлома. А? Шлома Авнер. А, Шлома, Шлома. Он жив, да на этом свече, да? Можно его где-то послушать? Не могу сейчас сказать, где его можно послушать. Понятно. Я не живу там. Понятно. Понятно. И он, не знаю, дает сейчас. Скажите, Бецалей сделал светильник или минор? Я хотел уточнить. Это одно и то же. Это я просто так перевела здесь. Это минора. Минора и светильник. И так, я не знаю, как переводят белые книжки, но это я в основном беру в переводе сифона. У меня он просто есть. И так он переводит. Ну, в общем, нет большой разницы, по-моему, как переводить. Имеется в виду минора. Но не только минора. Он сделал все. Если вы посмотрите наш недельный раздел, все, что было сделано, все устройство скини, все сделано Бецалей. Это вот это его помощь. Это вот ВАИКЛ, да? Вот это надо почитать. Вот это сейчас. Спасибо. Отлично. Еще по тому, что сказала Нехама. Я, пожалуй, пойду. Ладно, потому что у меня уже там началась лекция. Это очень интересно. Мы вообще хотели бы общаться. Да. Ну что ж. Интересно. Можно продолжить в следующий раз. Ладно? Я извиняюсь. Я могу только кинуть. А вот если ты можешь как-то это самое. Вообще, как бы Всевышний сам сработал скульптором, если так можно сказать, представив образы Крулин. Совершенно реальное изображение. Ни абстракции, ни модернизм, ни карбюзье, ничего. Это просто реальные вещи. То есть, может быть, Всевышний хочет, чтобы он был скульптором, а остальные не были скульпторами. Окей? До свидания, пока. Нихава уходит. Спасибо, Нихава. Юра, мы послушаем. Да, тогда я начинаю, с вашего позволения. Так, Натан, ты на меня переключаешь? Ты переключен, ты можешь делать все. Все. Значит, добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжим разговор о недельном разделе ВАЯКЭЛЬ, но немножечко с другой стороны. Значит, я, как всегда, показываю книжку, которой я пользуюсь, где есть перевод, комментарий. Вот всем рекомендую. Существует такое белое издание от Араме Цеон. Итак, как сказала Нихава, в разделе ВАЯКЭЛЬ, ну, там сначала Маше собирает общину, что, вообще говоря, вызывает некие вопросы, как он ее собирает и откуда собирает, если все мы стоим очень тесным лагерем у горы Синай. Ну, неважно, собирает. Потом Маше совершенно неожиданно дает повеление, повторяет повеление о субботе, о том, что вот в шаббат ничего делать нельзя, что тоже имеет свое значение именно к строительству мешкана. Но об этом мы тоже сейчас говорить не будем. А потом, собственно, начинается строительство. Но совершенно очевидно, что всякая стройка начинается с того, что собирается необходимый материал. Если мы строим дом, то мы должны на стройплощадку доставить, там, кирпичи или бревна или что-то еще. Итак, собирается материал для скинии. И вот я сейчас хочу разобраться с одним пасуком. Так, секундочку. Значит, вот книга «Шмот. Перек 35-й, пасук 22-й». Я его выписал здесь на иврите. И для тех, кто с ивритом не очень, есть дословный перевод. Значит, причем этот вот самый перевод, я так для удобства дела разбил иврит по строчкам. Это, по сути, одна строка, это один пасук, да? Но я его так по кусочкам, чтобы легче было сравнивать с переводом. Перевод дословный, без всяких попыток его сделать гладким по-русски. Значит, звучит перевод так. «И люди пришли на женщинах, все добросердечные, принесли хах и незам и кольцо и кумаз всякое изделие золота. И всякий муж размахнул размахиванием золота кашем». Вообще говоря, строчка звучит так. На первый взгляд, не очень понятно. Ну, проще всего разобраться, вот, что такое хах, незам, кольцо и кумаз. Во-первых, потому что кое-что мы уже встречали. Незам – это золотое украшение, которое Элиезер подарил Ривке, когда сватал ее за Ицхака. Значит, речь идет о книге «Берешит», раздел «Хаейсара», да, «Сватовство» Ицхака. Значит, хах, ну, кольцо – это оно, кольцо и есть, это кольцо для пальца. Хах, по некоторым мнениям, так сказать, я вовсе не берусь изрекать абсолютную истину, но это вроде бы украшение для ушей. То есть какие-то подвески, серьги, что-то такое. Кумаз – это браслет. Ну, для руки или для ноги не очень понятно, так ли иначе. Вот эти четыре слова – это всевозможные украшения, которые, в частности, делались из золота. Ну, а раз всякое изделие золота, значит, это вот четыре варианта золотых украшений. Значит, что такое «размахнул» – размахивание? А это традиционный жест, с которым мы будем встречаться в книге «Ваикра» очень часто. Вот закончим книгу «Шмот», перейдем к книге «Ваикра». И этот жест означает посвящение. Вот если я хочу что-то посвятить Всевышнему, принести в карбан, в приближение себя к Всевышнему, что-то вот такое сделать. Я беру это на руки и делаю такой вот специальный жест «размахивание». После этого там «отдаю коэну» или «кладу на жертвенник». Нет, на жертвенник кладет коэн. Я отдаю коэну, он дальше знает, что с этим делать. То есть «размахнул» – размахиванием – это жест посвящения чему-то. Вот. Это золотые украшения. И это вроде как все понятно, но что значит «и люди пришли на женщинах»? Простите, это как? Значит, шли женщины куда-то, да, и тащили на себе мужчин. Ну, так можно, конечно, было бы подумать, но на самом деле, конечно, все не так. Будем разбираться дальше. Вот слово «люди», оно имеет разные коннотации в Танахе. И если мы вспомним раздел «Берешит», самое-самое начало, то там Всевышний создал Адама, мужским и женским создал он их. То есть у первого человека были две сущности – мужская и женская. Потом разделили мужская отдельно, женская отдельно. Потом эти половинки путешествуют по миру до тех пор, пока не обретут друг друга и станут плотью одной. Так вот, слово «люди пришли» можно понять, и я сейчас покажу варианты толкований, что люди пришли семьями, как бы муж с женой. Речь идет о взрослых, да, экономически самостоятельно. А почему же на женщинах? А вот здесь есть такое мнение ряда комментаторов, что пропущено слово «на женщинах надеты их украшения». То есть правильное понимание ивритского текста звучит так. «И люди пришли семьями» – пауза, «на женщинах надеты их украшения». То есть, что называется, пришли, как в театр, с лучшими украшениями. Все добросердечные, ну, слово «добросердечные» – это дословный перевод того, что написано на иврите, «с щедрое сердцем», так обычно говорят, и принесли вот эти самые украшения, про которые я точно знаю, откуда знаю, из главы Хаэй-Сара, что «незем» – это женское золотое украшение для носа. Ну, уж не знаю, там это пирсинг или что-то еще, но «незем» – это золотое украшение для носа. Так написано в книге Береши. Вот, ну, хах, кольцо, кумаз, так сказать, это может быть, мы не можем сто процентов сказать, что это украшение женское или мужское, потому что мужчины тоже иногда носят кольца на пальцах, браслеты особо продвинутые и что-то в уши вставляют. Так что про это мы ничего сказать не можем. Но вот «незем» специально я выделил – это женское украшение. И всякий муж размахнул размахиванием – это жест дарения, жест передачи «золото кошел». Хорошо. О чем идет речь? Речь идет о том, что женщины отдали свои украшения, те, которые надеты на них. И вот эта вот фраза «на женщинах надеты их украшения», они… эту фразу можно понять так. Ну, я не женщина, да, с женской психологией пусть меня поправят, среди слушателей женщины есть. Так вот, женщины показывают, что эти украшения им к лицу, что это они не вынули там из какой-то шкатулки «на тебе, Боже, что мне не гоже». Это их украшения, которые делают ее особо красивой, особо значимой, особо привлекательной. Вот она одела все эти кольца, браслеты, серьги, «неземы», все одела, демонстрируя себя в самом выгодном свете. Так сказать, вот такой бриллиант требует золотой оправы, да, так говорят. И вот эти украшения женщина с себя снимает и отдает. Дальше, значит, муж совершает жест размахивания и передает золото на строительство мешкана. Ну, тут с одной стороны есть такая Аллаха, что муж не имеет права использовать вот в целях пожертвований драгоценности жены. То есть драгоценности жены – это ее собственность. И, так сказать, есть семейная собственность. Допустим, я не знаю, стадо овец или шатер или что-то еще. Собственность семейная. И, так сказать, тут и муж, и жена могут каким-то образом на эту собственность влиять. А вот драгоценности жены – это ее личная собственность. И никто не имеет права эту собственность отбирать и использовать ее даже для очень святых целей, если сама женщина не захочет это сделать. И она это делает. Она снимает с себя вот эти вот украшения, предварительно продемонстрировав, что, так сказать, это ее украшения и что они представляют для нее большую ценность и дальше отдает мужу, который отдает это для строительства мешкана. Значит, я хочу сравнить с тем… То есть вот это вот как бы роль женщин. И я хочу сказать две вещи о роли женщин. Первое. Обратите внимание, что это почти дословно то, что было при изготовлении «Золотого теленка» в главе «Китеса». Значит, там тоже поснимали украшения, только там мужчины поснимали украшения с женщин и детей очень так брутально, насильно, так сказать, впрямую об этом Тора не говорит, но так сказано и сняли мужчины украшения с жены детей своих. Вот. Не идет речь о насилии, но все-таки. А вот здесь женщины от всего сердца отдают золото для изготовления мешкана и его утвари. Там главное – это золотой стол, золотой жертвенник, золотая минора, золотая отделка ковчега и так далее, и так далее. То есть золото необходимо. Итак, делаем вывод. Исправление достигается тем же самым способом, что и нарушения, то есть внешне похоже, снимают золотые украшения и отдают. Но внутренне – это совершенно другое. В данном случае женщины демонстрируют свое добросердечие и свою готовность отдать самое дорогое. А теперь второе. Сравним это дело с мужским подходом. Где чисто мужской подход, вот чисто мужской вклад в строительство мешкана? Кто может ответить на этот вопрос? Чисто мужской. Вот не семейный, не женский, а чисто мужской. Только мужчины это дали. Есть предложение? Тишина в зале. Парфюм, парфюм какой-нибудь. Нет. А вот нет. А вот гораздо важнее. Важнее или бритвенные принадлежности. Ну да, конечно. Мужчины отдали свой парфюм и бритвенные принадлежности. Значит, уважаемые слушатели, я понимаю, что это сложно сходу ответить, потому что это надо уйти на несколько разделов назад. Там, где была перепись населения, причем мы знаем, что евреев считать нельзя, и трудящиеся сдавали по пол шекеля. Причем по пол шекеля сдавали только военно обязанные мужчины от 20 до 60 лет. И вот половина серебряного шекеля, монетка весом в 10 гера. Ну, сколько это грамм, значит, не будем обсуждать. Так вот, серебро пересчета, собранное при пересчете, подчеркиваю, только от мужчин. И было его 100 кикаров и 1705, если я не ошибаюсь, 1705 шекелей. Так вот, кикар – это самая крупная мера веса. В те времена это порядка 600 шекелей, один кикар. То есть понятно, что 100 кикаров и 1700 шекелей – вещи несравнимые. Главное, 100 кикаров. 1705 шекелей пошли на серебряную проволочку, которой обвивали столбы мешкана и еще там на некоторые мелочи. А вот главная масса серебра, 100 кикаров – это были подножия столбов мешкана. Каждый столб дерева шетим, о котором Нихама сейчас рассказывала, стоячий столб, он стоял на двух подножиях. Почему на двух? Это позволяло на не очень ровной поверхности регулировать так, чтобы все столбы стояли ровно вертикально и друг с другом заподлицо. Вот эту вот как бы стенку из вертикальных столбов сделать ровненькой. Для этого были предусмотрены вот эти серебряные подножия. Так вот, 100 кикаров серебра для 100 серебряных подножий обеспечивают устойчивость конструкции мешкана. И это мужской вклад в дело. Чисто женский вклад – это вот этот золото, великолепие, красота, утварь – все. А вот чтобы все это стояло и никакой ветер это не мог повалить, чтобы это было надежно и устойчиво, это мужской вклад в дело. А теперь прошу вас отметить себе простую вещь, что женщины отдают, потому что они щедрые сердцем, а мужчины в обязательном порядке. Будьте добры, сдать по пол шекеля. Налог такой. Вот сдали по пол шекеля – свободны. Значит, мужчины по приказу, по обязаловке, но обеспечивают вот эту устойчивость. Женщины по доброте, по щедрости, отдавая самое дорогое и обеспечивают вот великолепие, утвари, этот блеск золота, этот золотой ковчег, кровы там. Масса всего, не будем в это углубляться. Но вот подход мужской, суровый и по приказу, и подход женский. От всего сердца и отдадут даже больше, чем надо. Там потом в конце будет сказано, и посмотрели мастера, которые строили мешкан, что собрано уже больше, чем надо на строительство, и пустили по лагерю указания, что все, хватит приносить, все хорошо. Значит, вот заслуга праведных женщин. Но этого мало. Мы сейчас еще что-то посмотрим. Значит, шмот 38-8 и сделал, значит, Маше строит мешкан, и сделал умывальник меди и подножие его меди зеркалами толпившихся, которые толпились у входа шатра встречи. Значит, слова, я не стал здесь выписывать евритский текст, поверьте мне на слово, что это дословный перевод, которым вообще отличается вот эта белая книга. я просто здесь добавил два слова. Значит, и сделал умывальник меди и подножие его меди зеркалами. Вот это перевод евритского текста, добавляю слово медными. Ну, просто для удобства восприятия, потому что достаточно очевидно, что если умывальник меди и подножие его меди, то речь, наверное, не пойдет о стеклянных или золотых или каких угодно других серебряных зеркалах. Значит, и здесь по массорицкой огласовке мы совершенно четко можем сказать, что толпились у входа шатра встречи именно женщины, то есть зеркала толпившихся женщин. Значит, опять, пусть меня женщины или осудят, или поправят, но мне кажется, что зеркало в женском обиходе это такой очень-очень важный предмет, без которого женщина, что называется, из шатра на улицу выйти не может. Ей надо проверить, как у нее, значит, если она не замужем, то проверить, как выглядит прическа там и так далее, если она замужем, как сидит шляпка или что они там носили, чем покрывали голову. Вот. Теперь я прошу отметить, что зеркало, оно сейчас вещь такая бросовая, ничего не стоит. и маленькое зеркальце у любой женщины в туалетной сумочке найдется. И дома висит в одном месте, в другом месте, в третьем месте. В общем, зеркало сегодня не является предметом роскоши или чем-то таким очень редким. В те времена зеркало, медь, значит, для изготовления зеркала все-таки нужен какой-то металл, отполированный до зеркального блеска. На самом деле современные стеклянные зеркала это тоже с изнанки или ртутная или серебряная амальгама, которая обеспечивает вот эту отражающую поверхность. Стекло это только покрытие зеркала, в основе все-таки лежит металл. Так вот, я не говорю о серебряном зеркале, да, потому что полированное серебро это прекрасное зеркало, хотя его надо, если оно не покрыто стеклом, то его надо регулярно чистить и полировать, ну, допустим, богатые египтянки могли себе позволить серебряные зеркала, а даже медное зеркало полированной меди все равно, так сказать, эта вещь не дешевая, иметь в то время совершенно не случайно опять-таки количество меди собранной для строительства мешкана, в следующем разделе мы увидим записано счетной комиссией, доложено, утверждено общим собранием, все честь по чести, это не дешевая вещь, и чтобы у женщины было там 5-10 зеркал, я не могу себе этого представить, то есть, да, конечно, любая уважающая себя женщина, девушка должна иметь зеркало, но это ее единственное зеркало, вот она его хранит в походной сумке, в нужный момент достает, смотрится, убирает обратно, это не одно зеркало из тех десяти, которые у нее на разных углах шатра повешены, если она приходит со своим зеркалом к шатру встречи, то это очень серьезное пожертвование, и на эту тему есть очень красивый медраж, я его зачитал, увидев, что женщины принесли свои медные зеркала для изготовления умывальника, засомневался Маше, может ли быть использована их щедрость и достойны ли зеркала, служившие исключительно внешнему, то есть внешнему облику женщины, быть использованы в мешкане, ответил Всевышний, нет лучшего места для этих зеркал, чем мой дом, надо, так, а что, раньше не было видно моего текста, что ли, странно, все видно, да, почему-то мне загорелась надпись, что теперь для всех видно мое приложение, хорошо, так вот, тут надо сказать обязательно два слова на тему о том, почему в Медраше сказано для этих зеркал, это непростые зеркала, зеркала вынесенные из Египта, дело в том, что еще до всяких ужасов суб... так, сейчас... Да, принял, до всяких ужасов, связанных с уничтожением еврейских мальчиков или уничтожением всех младенцев Египта, даже тогда фараон принимал разные меры для ограничения еврейской рождаемости. И одной из таких мер было удаление места рабского труда от места проживания семьи. То есть мужчину гоняли на работу вот в каменоломне с изготовлением кирпичей там и так далее довольно далеко от дома. И после тяжелого рабочего дня, который, как мы помним, был совершенно не ограничен по времени, необходимо было дать совершенно невероятную норму по изготовлению кирпичей, у мужчин в массе своей не оставалось сил просто дойти до дома. Они падали и засыпали там, где их заставало выполнение нормы. Значит, ну, про их силы я умолчу, но женщины, наши еврейские женщины в Египте, они по-своему, по-женски боролись с фараоном. Следующим образом, это зеркало они использовали для того, чтобы придать себе максимум привлекательности и шли туда, где были их мужья. И дальше воспроизводство еврейского народа продолжалось. Значит, тут, наверное, надо вспомнить о наших прабабушках, которые в отсутствие приличных жилищных условий, в отсутствие холодильников, микроволновок и посудомоечных и стиральных машин, все-таки родили и в немалом количестве наших бабушек и наших дедушек. Большое им за это спасибо. Так вот, замысел фараона не реализовался благодаря вот этим зеркалам. и поэтому Медраж говорит, для этих зеркал, которые, хотя, на первый взгляд, посвящены чисто внешнему, причем дважды внешнему, во-первых, внешность человека, а во-вторых, это отражение внешности, то есть вторая производная от внешности, и тем не менее эти зеркала занимают свое место перед мешканом в умывальнике и они используются для подготовки коэнов к служению. Значит, вспомним, зачем нужен этот медный киор, медный умывальник, такой самовар с многими краниками, да, а это коэны, придя в мешкан для служения, умывают руки и умывают ноги, то есть они готовятся, очищаются, всякую вот мирскую пыль себя снимают и они готовы для служения Всевышнему благодаря этим женским зеркалам. Значит, ну и что я тут забыл еще сказать, что энтузиазм женщин, которые хотели сдать свои зеркала для организации мешкана, он был еще большим, чем энтузиазм мужчин и говорит нам об этом слово толпившихся женщин, то есть они вот пришли всей толпой, вот мы хотим наши зеркала, возьмите их для строительства мешкана, это самое важное, что у нас есть и оно должно быть там. И наверное последнее, что я хочу сегодня сказать, это связь вот такого отношения к делу и среди мужчин, и среди женщин с тем, как начинается раздел и собрал Маше всю общину. То есть, смотрите, изготовление золотого теленка по сути внесло разброд и шатание. Вот когда мы подошли к Синаю, мы все стали единый Израиль, и мы как единый Израиль слышали 10 речей о Сараде Брод. И мы были едины, но изготовление золотого теленка привело к разброду. Есть на эту тему красивый мидраж, что ни одного теленка сделали, а 12 теленков, и в каждой семье была своя бима, и в каждой семье делали какие хотели жертвы, и великий был разброд и шатание в Израиле. Но Маше, вернувшись после второго подъема наверх, вернувшись в лагерь, смог собрать общину, смог вернуть это синайское ощущение, ощущение ам-эхат, народ единый. Значит, и благодаря этому ощущению и были реализованы все дела по строительству мешкана. спасибо за внимание и какие есть вопросы. Господа и дамы, по-моему, тема потрясающая на самом деле. У кого-то есть вопросы? Скажите, пожалуйста, так использовали зеркала для этого храма? Да-да, конечно, конечно. Я же говорю, что из этих зеркал был сделан киор, вот этот умывальник и его подножие, который, умывальник стоит между внешним жертвенником и входом в шатер, и этот умывальник, каждый коин утром приходя на службу, у этого умывальника моет руки и ноги, приводя себя в состоянии ритуальной чистоты для дальнейших операций в мешкане. Это важнейший предмет. Значит, он из стекла получается? Тут умывальник из стекла. Халила Вахас. Какое стекло? Зеркала из меди. Это пластинка полированной меди. А, понятно. Это сегодня у нас стеклянные зеркала, а тогда это просто пластинка гладкой меди, хорошо отполированная, и в нее все видать. Если вы помните, четвертый класс средней школы, мифы древней Греции, там Персей побил медузу горгону. Нет, не Персей, Геракл побил медузу горгону. Каким образом? Он в свой медный щит смотрел на отражение медузы. Смотреть на нее было нельзя. Человек, взглянувший на нее, превращался в камень. Геракл смотрел на ее отражение в своем медном щите и рубил ей головы там. Что надо, то и руби. То есть именно полированная медь была в те времена зеркалом. Понятно. Ну, а у богатых людей полированное серебро. Ну, это у фараона, наверное, у принцессы фараоновой. А, у евреев не было, да? У евреев все-таки из медь была. У евреев зеркала были медные. Так в Торе написано. Смотрите, я ничего не придумывал. Там сказано, что толпились женщины у входа в шатер со своими медными зеркалами. И сдавали их на доброе дело. Это вот в этой главе Ваикель, да? Так я же зачитал, простите. Я могу еще раз? Сейчас я покажу. Я думаю, все поняли. Вот. Вот. И сделал, Маше сделал, глава Ваикель, шмот 38.8. И сделал умывальник меди и подножие его меди зеркалами, я добавил слово медными, это мое слово, это не Тора, толпившихся, добавил слово женщин, а женский род там есть, которые толпились у входа шатра встречи. То есть вот именно из этих женских медных зеркал и сделали храмовый киор. Понятно. А шатер вети, это не шатер откровения, это какой-то другой шатер. То что? Шатер встречи и шатер откровения это одно и то же. Да и то же. Потому что это место встречи человека со Всевышним и место, где Всевышний открывает свое откровение, продолжающееся. Мы не только десять речений с Синая услышали, откровение продолжалось, и Тора об этом говорит, и была не только диктовка текста Торы, диктовка свитка, но еще и Маше задавал разные вопросы. А что делать в этом случае, а что делать в этом случае? И Всевышний в этом шатре с промежутка между кругами на крышке ковчега отвечал Маше словами. Между кровами? Из пространства между кровами. Оттуда шел ответ Всевышнего. Так написано в Торе. А кровы это, подождите, вот эти кровимы это два... Совершенно верно. Это две фигуры, которые... значит, так, я их не видел. значит, я их не видел, есть описание, есть мидраши. Ну, в общем, это крышка ковчега золотая и из того же материала, как из единого куска, сделаны две фигуры. Птичьи с человеческими головами. И у одной фигуры лицо мальчика, у другой лицо девочки. И у каждой этой птичке значит, сколько? Три пары крыльев. Причем одной парой они друг другу, как бы пытаются друг друга обнять, не касаясь друг друга, а другой парой они стыдливо прикрывают ноги. Значит, и вот оттуда из пространства между кровами и раздавался голос Всевышнего все время, пока Маше с ним общался. Это первый раз, когда он пришел за скрижалями, да? Нет. Маше пришел за скрижалями почитать Тору. Да, Владимир, пишите, можно приобрести вот этот замечательный белый комплект, где все в комментариях сказано. и вы можете прочитать и дальше задавать вопросы по существу. Я понял, я читал. У меня такой вопрос общий, я как бы не прошу как бы на него конкретного ответа, но может быть для продолжения некоторого диалога. Не знаю, мне представляется, вообще вот это вот странное как бы указание, связанное с тем, что место откровения Всевышнего, то есть это слово, должно быть связано с материалами, которые олицетворяют самое материальное, ну и можно сказать низменное, что есть человек. Золото, серебро, особенно в том мире, когда все было построено на том, кто обладает большим золотом, кто обладает большим серебром и так дальше. И опять парафраза с золотым сельцом. То есть понятно, что как бы направление умостроения народа, народа, много проистекло их поклонств, поклонств кем же самым кем-то золотым, кем-то все время используют золото и серебра. Я не знаю, может быть, это мне только так кажется. Это странно, почему? Потому что если мы говорим о невидимом Боге, если мы говорим об откровении, которое слово. Что для нас людей 21 века, которые привлекли к тому, что еврейская мысль, да, это продвижение науки, продвижение все, что связано как бы с работой мозга, весь Талмуд. Талмуд нигде, в Талмуде нет ни одной цветной иллюстрации, ни золота, ни серебра. И опять вот вопрос, вот все, что мы читаем, да, вот такой вопрос, который, ну, может быть, какой-то резкий, острый, я не знаю. Что из этого связано с конкретным отражением той ситуации исторической, в которой это происходило, да, борьба с велопоклонством, борьба с золотом, серебром, вы приносите туда, а это надо именно здесь и так дальше. Насколько это релевантно для нашего времени? Сегодня для женщины может быть гораздо более важен как бы мобильный телефон, чем на эти самые медные зеркала. Если же говорить о том, что приносить, что приносить, какие-то полимерные материалы, может быть, еще что-то, базу данных, которая является самым важным в этом мире, а не золото, что нам и золото, и серебро? Золото уходит из мира, как я понимаю, мы пользуемся кредитными карточками, мы переходим на биткоины, на пейпалы, и так далее. Что нам это золото и серебро? Я не знаю, вот это как бы мой вопрос. Может быть, у кого-то есть ответ? У меня есть ответ, который звучит следующим образом. начиная с 135-го года, и даже раньше, с 71-го года, по не нашему исчислению, с Йоханана Бензакая и его Академии в Явне, вот начиная с этого момента, и по сути дело до 1948-го года, по не нашему исчислению. Мы ушли вот в эту интеллектуальную культуру. Талмуд был написан 2-8-й век, эпоха Мишни и Талмуда. То есть позже, да, уже после восстания Барковбы, вот, люди кодифицировали Мишну и составили Талмуд. Значит, у нас не было своей страны, у нас не было своего храма, у нас были четыре локтя Аллахи, как говорят наши мудрецы, и интеллектуальная жизнь. Весь иудаизм спрятался в гетто, спрятался в ешивы, спрятался вот в эти талмудические построения, в игру интеллекта, в создание вот этой вот культуры размышления, рассуждения. Потом это дало, когда стены гетто раскрылись, и люди с логикой, с интеллектом, с мышлением, отточенным уже генетически, веками, вот в таком стиле вдруг столкнулись с европейской цивилизацией, то это вау, это Спиноза, это Эйнштейн, это я не знаю что. Самуил Яковлевич Маршак, проправнук великого Рава Кордовера. Вот, значит, это совершенно потрясающий взрыв того, что внешний мир от нас увидел. Внешний мир не видит и не понимает каких-то талмудических рассуждений, это ему неинтересно. А вот когда выходит человек с мозгами отточенными, выкованными, просто совершенно потрясающий на еврейской традиции и занимается уже не еврейской традицией, а математикой, шахматами, физикой, изобразительным искусством, чем угодно. Результат потрясающий. И это видит весь мир. Это не еврейская культура, но это вклад евреев в мировую культуру, если хотите. Так вот, а опора на материальное, на бревенчатые или каменные стены, на золотой ковчег, на минору, в которой должно гореть особым образом приготовленное масло, опора на то, что мы должны сжечь, между прочим, просто уничтожить, защитники животных меня сейчас убьют, но мы должны каждый день сжигать двух ягнят, а в субботу сжигать четырех ягнят, а в празднике вообще бывает невероятное количество быков, козлов и всех прочих. Но это символы нашего государства. Когда мы становимся не просто значит, вот народом среди других народов, есть народ живущий отдельно, а когда мы на своей земле, слава Богу, в своем государстве, и проблема сегодня состоит в том, что вот эти самые 1800 лет наши мудрецы не занимались проблемой государства. Такой проблемы для них не было. проблема что происходит с ножом, когда им разрезали сыр и можно ли после этого им резать мясо, такая проблема была. И на эту проблему написаны десятки томов книг. А вот проблемы как должен выглядеть Кнессет Исраэль, так как у нас сегодня, или как-то может быть по-другому, 1800 лет этой проблемы не было. А вот понимаете, какая штука? Я в свое время очень удивлялся, потом я понял, что здесь нет ничего удивительного, я очень удивлялся наличию особенных военных символов. Вот знамя полка, да, или там офицерские погоны, или что-то еще. Ну, ерунда какая-то. Знамя приколотили тряпочку на палку, ну и это не ну и, это знамя полка. Это суть, ради которого полк воюет. Так вот, государственная символика флаг, гимн, герб, центральный храм, что-то еще, что-то еще. Это не просто камни и золото и серебро. Это некая суть, это некое то, что воспитывает человека с детства. Да, вот старшее поколение помнит из детского сада, всем известно, что земля начинается с Кремля, да, это то, что воспитывает человека с детства. И тогда, в те времена, вот Мешкан, который стоял посредине лагеря Израиля, он обеспечивал это единство. И вот то, что Всевышний сказал, вот золото столько-то сюда, серебра столько-то сюда, это я не знаю, я не видел Мешкана, я видел только реконструкции модели. Но я думаю, мне кажется, что вот тогда в нашем пустынном лагере, где рождались дети, где они проходили свою начальную школу, так сказать, военную подготовку и так далее, и становились в строй взрослых мужчин. ведь те, кто вышли из Египта, не дошли до Эрецкана, дошли другие люди, но они от рождения видели, вот здесь, в середине, есть вот такая штука на серебряных подножиях, и это означает то-то, то-то и то-то. И это означает, что если мы завтра пойдем завоевывать город Ай, то я на своем месте, третий справа в пятом ряду, должен буду сделать все от меня зависящее, чтобы город Ай был наш. Так сказал Всевышний, точка. Это центр народа. Другое дело, что Натан абсолютно, на мой взгляд, Натан абсолютно прав, что сегодня самая высшая женская ценность, конечно, это не золотое кольцо, господи, нынче 20 шекелей ему цена, и не зеркало, которое вообще ничего не стоит, а главная может быть ценность, я не знаю, компьютер с базой данных, продвинутый смартфон, которым она пользуется, еще что-то, еще что-то, совершенно другое, по одной простой причине, у нас 1800 лет паузы в этом вопросе, и наши мудрецы, наши Харедем, наши великие раввины, кроме, может быть, Рава Кука, который пытался на эту тему что-то сказать, но и он не дожил до восстановления государства Израиля, они, к сожалению, не дают ответов на вопрос, а какой должен быть Кнессет Израиля по Торе, а вот как должно быть устроено наше государство, а вот чему надо учить детей, что они должны увидеть, что должно стоять на храмовой горе, или не должно стоять, но этой мысли не возникает, потому что 1800 лет эта мысль была неактуальна, потому что не было страны и не было возможности, понимаете, мясо и молоко и сыр и ножи были, и кастрюли, куда в мясную кастрюлю капнуло молоко, это все было, никуда не делось, и это был предмет размышлений и обсуждений, а вот государства не было, и обсуждать проблемы государства Гойского, господи, хасвэхалила, оно нам надо, а своего нет, а сегодня есть, и надо обсуждать, я не знаю. Это да, но как бы я хотел как бы заострить вопрос на такой, создается впечатление, что Тора мало толщина говорит на языке людей, она говорит на языке людей, живущих в то время, почему, потому что миссарим, как бы сообщение, которое говорит Тора, которое говорит Моше, излагая, как бы Всевышний обращается к народу, видим, как народ реагирует, это все идет как бы в области тех реалий, в которых жили люди, для них золото, серебро, изваяние, и так дальше, и видно, что женщины бегут, сначала бегут для тельца, потом бегут, но не важно, они реагируют, ты говоришь, там Талмуд не изучал, хотя Талмуд тоже изучал жертвоприношение, сколько угодно, и сегодня учат Дафьеми, но вопрос, сегодня, да, если ты выйдешь на улицу и скажешь, женщины, дорогие, тащите свои золотые эти, мы будем строить такое, но никто не побежит, никто не будет толпиться, не потому, что люди, люди отвердели сердцем, не потому, что у них это интерес, просто в их глазах это нет никакого, в этом нет никакого смысла. Правильно, так я же ответил на этот вопрос, потому что Талмуд продолжали учить, и 1800 лет учили Талмуд, и Дафьеми учили все, тот же самый государства не было, ведь тот иудаизм, который был у Авраама Авийну, и тот иудаизм, который был после выхода из Египта, и тот иудаизм, который был у Йоханана бен Закая, это разные иудаизмы, это колоссальная реформа религиозная, колоссально по-другому все, а вот следующего шага не было, вот сегодня должен быть следующий шаг, я не знаю какой, я не Раф Кук, извините, но в моем скромном понимании, если бы синагога Рава Горена на Храмовой горе продолжала существовать сегодня, и мы бы туда приходили и молились бы там, и учились бы там, то это был бы шаг к новому пониманию храма, вот я, например, уверен, что следующий храм должен быть на Храмовой горе, не мешая мечети Алякца, что мечеть Алякца, да, там вот их исламские дела, а вот здесь наши еврейские, а еще где-то рядом должен стоять храм типа гроба господня, там или что у христиан является главным местом, и это их христианские дела, да на здоровье, и все народы придут с жертвами на наш жертвенник, так у нас в книжке написано. Натан, вы знаете, мне кажется, проблема не в том, что не принесут, вот мне кажется, что проблема в том, что не видят ценностей, потому что вот этот вот идея храма, она в народе, она очень не популярна, потому что если вы посмотрите на светских, вот на наших, например, светских полимов, они вам скажут, что харидзим они очень правильные, что вот это наша религия, вот это наши корни, и что храм он, не надо его строить, понимаете, и если, поэтому есть идея Машеха, вот когда придет Машех, и вот он сумеет объединить народ, и тогда он скажет, несите золото на храм, он пусть только свистнет, вы себе не представляете, как будут женщины толпиться вместе с мужчинами. Бару Хашем, амен, вы амен. Смотрите, я вам скажу такую штуку, я цитирую, это не я сказал эту фразу, но мне она очень нравится. Мне кажется, наша основная задача сегодняшнего времени это борьба не за физическое построительство храма, а это борьба за то, чтобы объяснить себе, объяснить другим, зачем храм нужен. Это совершенно неочевидная идея, абсолютно. зачем современному человеку, человеку, который живет совершенно в другом мире, должен исполнять слова Торы, которые обращаются в реалиях того поколения, которое жило в пустыне и было связано с языческими изваяниями, тем же самым золотом, серебром и так дальше. Натан, вы знаете, мы, к сожалению, очень далеко ушли от Торы, мы очень далеко ушли от Торы, потому что, если вы почитаете, мы жили в Галуте, Тора – это про то, как жить в земле Израиля. У нас вообще мы забыли Тору, вот это вот весь, весь калмуд. Ну, хорошо, что значит забыли, но я не очень понимаю идея сжигания ягнят каждодневная. Кого она может сегодня привлечь? Рав Кук, Рав Кук, кстати, он сказал, что он думает, что в третьем храме будет другое служение. Окей. Тов, это большая интересная на этой оптимистической ноте. Спасибо. Не-не-не, мы как бы не остановимся. Я вот недавно читал Рава Шерки, да, у него потрясающе совершенно, меня просто как бы он описывает идею как бы свободного выбора, поклонений и так дальше. И у него там такая тема проходит, которая меня просто поразила. Вот мы в прошлом недельном разделе читали, да, о том, что, потрясающе вчитаться, после греха золотого тельца. С чем Муше, с чем Муше передает народу слова Всевышнего? Всевышний ему говорит, не делайте мне из серебра. И комментарий такой, серебра нет, а из золота да, он имеет в виду про Крубин. А когда говорится на следующей фразе, говорится, не делайте себе извояние золота, как бы там ответ такой, себе не делайте, а мне делайте. как бы напрашивается общий такой итог, вывод, о том, что вообще то, что они делают для золотого тельца, у них как бы правильное направление было. но только вот это все может быть только в одном исключительном месте по божественному откровению, по условию это надо сделать. Ну в принципе сама идея она правильная. Вот я говорю мне лично, я думаю не только мне, сама эта идея сегодня она очень тяжелая для настроения. Это то, что я говорю, что я говорю. А для того поколения наверное нет. Окей, ну хорошо, мы как-то раздвинули наши векторы. Можно обсуждать это дальше. тема очень интересная. Что? Заканчиваем на этом. А вы что в Шерке другой теперь ведете? Другую книгу взяли в Шерке или это все та же книга? Вельмод.ру там есть все наши занятия и сейчас каждую неделю есть три занятия по книгам по трюк и разным книгам Рауз Шерке. А, понятно. Что я говорил это из Душа Ватэва. То есть Душа и Природа. Да, а есть что-то для книг которые по-другому окей? Ну хорошо, все. Счастливо. Всем большое спасибо. Доктор Линц, огромное спасибо. Всем участвующим тоже. Спасибо большое. Большое спасибо. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...